Всем привет, друзья! Меня зовут Герман. И сегодня я решил стать популярным инстаблогером-миллионником. И поэтому на просторах Ютуба я наткнулся на видео под названием «Секреты Инстаграм. Прогревы в Инстаграм и Рилс. Как создавать контент в Инстаграме?» Я хочу посмотреть этот ролик вместе с вами, чтобы мы все вместе стали топовыми блогерами-миллионниками. Или не станем. Так что давайте вместе досмотрим этот ролик до конца и, может быть, нам подфартит. Ну, а мы начинаем. Ну, поехали, родная. 5 фишек, которые улучшат ваши Рилс, сторис и прогревы в Инстаграм. Всем привет, мои будущие звезды. На связи... Мы с вами будущие звезды. Я вам говорил, я вам говорил. Возможно, в конце мы станем с вами популярны. Давайте это и узнаем. Алексей эксперт по продающим Рилс и коротким видео. Обязательно смотрим это видео внимательно, до конца, потому что эти фишки помогут вам, внедрив их сейчас, уже сделать больше заработок, увеличить охваты и делать контент. То есть, блин, благодаря этим фишкам я на заводе на десятку косарей больше буду получать? Это очень круто, это очень круто. Супер быстро, в легкости и надолго вперед. И первая фишка – это контент из ничего. Меня все знают, как... Я надеюсь, ее имя не начинается на А. А, я угадал, ее зовут Арина. Арина. А-ру-т. Контент из ничего. Давайте послушаем, что это за фишка. ...котого, который продает нам миллионы долларов, не выходя из квартиры, я создаю видео на фоне стены, которые набирают миллионы просмотров, приносят сотни тысяч подписчиков абсолютно бесплатно. И вот почему так происходит? Потому что я ленивая жопа. Ну, познаюсь. Пока мы... Вот знаете, у меня... Давайте скажу так. То, про что она сейчас говорит, я эксперт. Да, я такой типа... Так что платите мне по 200 долларов и приходите в мою лучшую академию, в которой есть лучшие профессора, которые научат вас лучшим фишкам Инстаграма. Нет, я разбираюсь в том поле боя, про которое она говорит. Я продюсирую блогеров, ну, миллионников блогеров. И я креативный продюсер. Я знаю уж точно, как делается контент в Инстаграме, как делать его виральным, чтобы он набирал просмотров. И вот то, что она говорит, вот, ну, контент из ничего. Раз уж ты пишешь, как создавать контент в Инстаграм, возможно, она буквально хочет нам в этом ролике объяснить, что нужно нажать кнопочку, загрузить видео. Я просто надеялся услышать что-то реально полезное и прикольное. И я совершенно не надеялся разносить этот ролик по фактам. Посмотрим сейчас, как пойдет. Потому что, ну, первый совет, это, типа, у меня миллион долларов, потому что я ленивая жопа. Блин, привки как деливки. Нанимают профессиональный продакшн, снимают крутые студии, танцуют с бубнами, стоят на головах, делают яркие, громкие инфоповоды, тратят кучу денег и энергии, чтобы снять всего лишь один ролик. Я в это время пью джуз и делаю как... Я пью джуз на улице Саммер и мы вообще вместе с моим бойфрендом любим Си. Супер быстро из ничего. И самое главное, что это работает еще круче. И я, честно, ни у кого не видела такой подход, потому что в основном все блогеры, эксперты говорят, делайте яркие, громкие инфоповоды, креатив... Знаете, я хотел, как бы, ну, вступить тут уже немножечко. Я вам скажу так, что отчасти она права. То, как она это упаковала у себя в Ютубе, это уже другая история. То, как она это преподносит с таким-таким легким пафосом, это вообще, это плохо. Не знаю, мне это прям дико отторгает. Я бы выключил бы этот ролик и сказал бы, что я больше никогда не включу ее канал. Но отчасти она права. Если вы собираетесь делать контент в социальной сети, в короткие социальные сети, такие как Инстаграм, ТикТок, запариваться действительно не стоит. Вот я два года со съемочной группой снимал ролики, и я нахер никому не нужен был. На карантине я снял ролик вот так вот с телефона, я просто поугарал. И этот ролик набрал там уже с самого начала начал набирать по 3 миллиона просмотров. То есть, ну, тут отчасти есть правда, но как она упакована? Вот это вот, ну, типа, good weather, смотря какая, какие fabrics, ну... И делайте что-то вау-вау-вау-вау, собирайте залы, делайте мероприятия. А я думаю, вот, а что делает, блядь, новичку, который вообще только начал? Просто... Что она сказала? Она сказала слово блядь, только вот так, блядь, блядь. Блок, у него еще нет ресурсов, у него даже не... Он даже не знает, что такое инфоповод. Сидит человек где-нибудь в общаге, снимает сторис на фоне шторки, как это я делала. Вот что ему, да, делать? Сейчас поговорим. И, кстати, это очень помогает еще экономить время. То есть, если вы думаете, что снимать контент, блог, это супер долго, заморочно, сложно, сторис там завести, каждый день еще потом пропадают, то это надо много времени тратить, энергии нет. Да, это совершенное вранье, то, о чем она говорит. Объясню, почему. Она говорит это со своей стороны, это неправильно. Ну, типа, я работал с... у нас, наверное... Бля, ебану ха, иди нахуй отсюда. Я работал с многими клиентами из коммерческих компаний, например, всякие недвижки, рестораны, недвижки, рестораны, консалтинговые фирмы. Они хотят развивать свой контент, но у них у всех одна проблема, никто не умеет работать с камерой. А это основополагающее того, чему нужно научиться. Это самое тяжелое. Не каждый может себя чувствовать на камере комфортно. Даже у меня иногда такие триггеры происходят. Я начинаю что-то выделываться, еще что-то. И чаще всего показываю, наверное, 80% того, какой я на самом деле, но не 100%. И это очень тяжелый навык. И то, что она говорит, что это типа не так, это все легко, это все срань. Сотен моих секретиков это контент из ничего. Сейчас расскажу, как я сняла всего лишь одно видео, потом, не вставая с дивана, сделала целый сторителлинг. Я не понимаю, почему такой акцент на диван? Что у нее, вот этот вот, это у инфобизнесменов, инфобизнесменов. У них что, такой тон оф войс у всех, что ли? Они, вот она говорит про диван. Еще один наш излюбленный на канале персонаж, который продает в самой лучшей академии места по 200 баксов, тоже говорит про диван. И если она скоро опять закинет удочку про миллионы долларов, это будет вот прям колхоз. Это такой колхоз. Набрала несколько тысяч подписчиков в Инстаграм и набрала 10 тысяч подписчиков в Телеграм. Один из таких примеров, это мой ролик, который я сейчас вам покажу. Из-за этих фраз и слов Инстаграм снижает охват или может вообще удалить твой блог. Из-за этого тебе могут снести сторис или рилс, и потом не удивляйся, если твой контент не набирает просмотра. Как бы ты ни старался. Все эти слова и фразы я написала в своем Телеграм-канале. Здесь их просто показывать нельзя, поэтому скорее иди смотри. Мои боги. Какая тупость. Да, это сыграло на школьников. Ну, то есть, всякие школьники пошли смотреть эти слова. Ну, вот этот экспертный рилс, который она показала, я как бы ничего прям против не имею. Пусть снимает, что хочет, но, на мой взгляд, это... Я не понимаю, кто это вот, кто переходит на это. Но почему это смотрят? Вот у меня больше на это вопрос. Ну, типа, эти слова нельзя использовать в Инстаграме. Мне первый вопрос возник. Какие слова, которые запрещены правилам сообщества? Так эти слова запрещены везде, не только в Инстаграме. И в Ютубе, и в ТикТоке. Можно использовать кучу слов, которые запрещены правилам сообщества. Все просто. Ну, типа, что... И реально каждый человек сидит такой, блин, что за слова, что за слова? Наверное, мой говноблок не продвигается, только потому, что я использую какие-то неверные слова. Они рассказывают вот эти вот секреты Инстаграм, они не могут знать секреты Инстаграм, они не работают в Инстаграме. Все, что они говорят, это только догадки. То, что говорю я, это только догадки. И в большинстве случаев моя работа складывается на том, я всегда всем клиентам говорю, что, ребят, мы с вами, мы с вами стали участниками большой лотереи. Чем чаще мы контент с вами будем делать, тем чаще мы будем вытягивать этот лотерейный билет. И тем быстрее мы придем к выигрышу и поймем, какая схема и структура рабочая. Потому что, в принципе, все весь, вообще, вся эта клоака, вот этот мыльный пузырь, инстаграмов, тиктоков, шортсов, это все большая, огромная лотерея, в которой ты каждый день тестируешь то, что работает, то, что не работает. То есть, какие схемы заходят, какие более актуальны, какие неактуальны. Вот и все. То, что они там, секреты, инстаграм, эти слова нельзя использовать. Ну да, слова, которые запрещены на определенных территориях, слова, которые максимально негативный по мысел в виду, да кучу таких слов можно привести, которые нельзя использовать в инстаграме. И не только в инстаграме. Интересно, за какие слова конкретно тебя заблокируют в инстаграме? В конце ролика я рассказала, что эти слова смотрите у меня в телеграме, потому что логично, что в инстаграме меня могут заблокировать за это. А в сторис я сделала целый прогрев к этому рилз. Одна из фишечек делать всегда прогревы к самым важным рилз, на который вы делаете ставки, что он залетит. То есть не просто репостим рилз в сторис, а пригревая почему. Тоже двоякая ситуация. Смотрите, отчасти она права, она правильную вещь говорит, но я делаю просто репосты. Вы можете зайти в мою инсту и посмотреть. Я делаю просто репосты, я даже не веду сторис. Мне просто впало этим заниматься, если честно. Я заливаю контент и делаю репосты в сторис. И когда я выхожу в сторис, у меня достаточно много человек сторис смотрят. У меня там 40-50 тысяч человек сторис смотрят. Я просто вот, ну, как бы, по кайфу мне, я что-то снял. Но я большую часть времени считаю, что моя жизнь не очень интересная, поэтому я не снимаю сторисы. Но, ну это 50 на 50 инфа. Вот то, что она говорит, это 50 на 50. Ой, важно его посмотреть, а потом уже делать репосты. То есть, понятное дело, что если ты какие-то усилия привозишь к тому, что ты прогреешь свой сторис, творил процентов на 10. Человек больше просмотрит. Посмотрит больше те люди, которые на тебя подписаны. Не какие-то новые люди. И прикол в том, что когда у тебя там меньше лайков, но больше просмотров, эта история круче, потому что это смотрит тебя аудитория из интересного, из фида интересных, то есть из рекомендаций. А когда у тебя хреново тучи лайков, но мало просмотров, значит это посмотрел контент твоя аудитория. И если она говорит про то, что нужно прогревать сторисами к рилсу, да, ты прогреваешь свою личную аудиторию, и они тебе дают какой-то охват. Но это такая же история, что если видос будет говном, то твоя аудитория только тебя и посмотрит. Не будет тебя смотреть рекомендации, если видос окажется отстойным. Вот. Смотрим мой пример. Я выкладываю сторис и говорю, а вы знали, что если вам блочат сторис или рилс, то следующее видео продвигаются у вас в пузыр. А также инста снижает охват, если используете запрещенные слова. Подробнее рассказала тут. И репост данного рилс. Следующее. Я делаю контент из ничего. Продолжаю историю про блокировки и рассказываю сторис, что прямо сейчас проверь у себя, блокировали ли твой контент в инстаграме вообще когда-либо. Рассказываю, как это сделать. Шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4. Шаг 5, шаг 6, шаг вперед. Шаг вперед с чьим датумом. Еще раз ссылку на телеграм, что там рассказала, что это за слова и что делать, если вас заблокировать. В итоге этот ролик завирусился, потому что я взяла актуальную тему. Мне пришло несколько тысяч подписчиков в инстаграм. Также 10 тысяч подписчиков в телеграм. Я сделала контент из ничего, на целый день в сторис. Большой сторитейлинг. И в конце я могла бы еще продолжить и выложить, например, какой-то вопрос подписчикам. Я могла бы еще продолжить и ко мне бы в телегу подписаться еще 90 тысяч миллионов секстиллионов подписчиков. И потом я бы кинула бы их всех на курсы. Ой, то есть сделала бы упаковку личности, как бы, ну, все грамотно объяснила бы, научила бы, и они бы стали такими же миллионершами, как я. Из комментариев по Drills выложить это в сторис и текстом написать, ответить на этот вопрос. Какое-то возражение может быть, продолжить какую-то тему или прогрев сделать на этом, все что угодно. Сейчас кому-то было сложно, непонятно. Очень непонятно, очень сложно. Я думаю, что вам так же сложно, вы вместе со мной смотрите. Я думаю, что вообще ничего не понятно, да, то есть это прям такая информация, от которой голова кругом. Это вот прям, как я не знаю, язык программирования учить. Вот очень трудно было, очень тяжело. Я, да, я знаю, что я моментами докапываюсь за каких-то слов. Я повторюсь еще раз, то есть я не имею ничего против негативного. Я выражаюсь вот как считаю нужным. Я считаю, что очень-очень размыто, очень размыто, и наверняка на эти ролики делает в большом формате, чтобы потом к очередному курсу подготовить аудиторию, которая на нее подписалась. Потому что, ну это очень вот, ну прям, знаете, вот не то, что приперно, это 50 на 50. Ну нету такого, ну не можешь ты знать секреты алгоритма. То, что она говорит, да, это логично. То есть это поддается логике, это работает. Это работает в том случае, если ты там ориентируешься на свою аудиторию, ты свое вовлечение увеличиваешь, то есть ты начинаешь жуть и прогонять перед контентом. Естественно, больше народу посмотрит, но это не столь важно. Я вот вам говорю, живой кейс. Я ни разу не делал нигде рекламу. Ну ни разу не делал нигде рекламу. Я просто заливал контент в ЛСИ, у меня набирались подписчики. В сторис я делал репосты. Повторюсь, мне просто впадло делать сторис. Ну просто впадло. Я делаю репосты, и ничего из этого не происходит. Подписчики как росли, так и растут. Охваты как были хорошими, так и есть. Вот этот ролик у меня на странице, и в целом подписывайся обязательно на этот канал, чтобы не пропускать такие разборы, подобные фишечки. Разборы. Потому что это я нигде больше... Какое знакомое слово «разборы»? Только на платных продуктах, но там, естественно, все намного сложнее и насыщеннее. Фишка на... Только на платных продуктах, ну там все как бы насыщеннее. Такая, знаете, типа, ну там как бы насыщеннее. Закинула, закинула, она издалека закинула. Ну только на платных. Ой, бля. Вот оттуда они миллион долларов и делают. Не с Рилсов. Вот сама формулировка и контекст меня очень раздражает. Ну типа не с Рилсов она заработала, миллион долларов. Она заработала со стада, которые купили у нее курсы. И все. Ну я понимаю, что да, я имею в виду инста, она там взаимодействует с этим. То есть она транслирует какой-то контент, делает воронку продаж, продает свои курсы. И с этих Рилсов там толпа людей, 10 тысяч человек идет в Телеграм, чтобы посмотреть, а что за слова такие? Вот они же и покупают курсы. Они у нее покупают курсы, и миллион долларов она заработает. Она зарабатывает столько, но далеко не факт, что ты тоже будешь так же прогревать, далеко не факт, что ты со своим контентом далеко уедешь, далеко не факт, что тебя хватит вообще на какой-то период. И далеко не факт, что ты так же будешь продавать курсы. То есть если ты не будешь продавать курсы, миллион долларов не жди. Ты можешь продавать там чек-листы, какие-то инструкции, какие-то полезные фишки. Вот у меня такая штука есть, я то есть я не скрываю. У меня есть такая штука, я там продукт делал. Ну там просто конкретно, я ничего даже не объясняю. Я вот записал всю инструкцию полностью. Я говорю, чувак, бери и делай. Это было давно еще, когда я зеленый был. Я говорю, бери и делай. И этой инструкцией пользовались. Но у них это вот история, что типа куча роликов из разряда поверь в себя. Для начала нужно поверить в себя. Ну вот если ты мне доплатишь денежку, там еще поболее информации будет. Ну вот эта вот история, на этом она и зарабатывает. Хорошо, при чем зарабатывает. Но вы, как люди, которые смотрите этот контент вместе со мной, ну максимум, что вы сможете, научитесь делать этот контент из ничего. Делаете ли вы анализ своего контента, который уже публиковали, и который, возможно, зашел или не зашел? Я давайте вам буду переводить на простой язык. То есть, ну, я, кстати, посмотрю, вы не отвалились у меня, вы меня вообще слушаете. Давайте я вам буду переводить на простой язык. Анализ контента. Это все очень круто, красиво завернуто. Это все завернуто продажниками. То есть вот она разговаривает как продажник. Простыми словами. Как это все происходит про то, что она сейчас скажет? Смотрите на свои ролики. Как я вам говорил, каждый день вытягиваете лотерейные билеты. Лотерейные билеты – это ваш единица контента. Вот вы сняли ролик, залили, и все, это вот ваш лотерейный билет. Либо он стрельнул, либо не стрельнул. И те ролики, которые стреляют у вас, вы просто заходите в свой инстаграм, стрельте, смотрите. О, вот это залетел, вот это залетел, вот это тоже залетел. И вы делаете похожий контент. Все. Вот весь секрет успеха. Вы делаете похожий контент, и у вас опять стреляют. И опять они по чуть-чуть набирают. Даже с тем же самым звуком, с тем же самым посылом, с той же самой идеей, только немножко пересобранной, можно так сказать. И все. Вот про что она хочет сказать. А теперь давайте послушаем, как она это усложнит. Ваша аудитория. То есть раз в месяц мы садимся, смотрим наши сторис, наши рилс, посты, все что угодно. В телеграме, в инстаграме, в каких-либо соцсетях, неважно. И смотрим. А в какие моменты росли наши охваты? В какие моменты в строчке ответы было больше всего ответов? На слайде вот здесь сейчас покажу. Надо же, она еще достаточно просто объяснять. Я думаю, сейчас начнется. Типа, вы должны посмотреть, выполнили вы KPI, какая у вас вовлеченность. Зайдите в статистику, отследите вообще общий колорит процентного соотношения подписчиков, вовлеченности и охватов. Чего вам не хватает? Я думаю, что она сейчас начнет вот это раскачивать. Есть точка, да, ответы. И мы анализируем, в какой момент аудитория среагировала на что-то. В какой момент было много огонечков, активности, лайков, комментариев. И таким образом мы понимаем, вот эта тема зашла, я могу ее поднять еще раз в следующем месяце. А вот эта тема не зашла. Ну это, конечно, я могу поднять ее еще раз в следующем месяце. Вы можете на самом деле делать хоть завтра. Вот вы сегодня определили, что ваш ролик залетел, вы можете завтра абсолютно такой уж снять. И реально вот со временем они начнут залетать. Просто прикол в том, что алгоритмы Инстаграма немножко перестроились. И я тоже, и они, это мои догадки. Это мои догадки, основанные на опыте. То есть я вот выкладываю ежедневно контент. Блогеры, которых я продюсирую, тоже ежедневно выкладывают контент. И мы смотрим, и я понимаю, что раньше, когда ролики на первых этапах сразу набирали, стреляли, и по ним можно было отследить, все, он полетит в топ или он типа ничего не набрал, то сейчас у вас ролик может набрать 100 просмотров, 100 лайков, допустим, вот чисто гипотетически. И вы через две недели на этот ролик зайдете, там будет лямп просмотров. Вот такое возможно. Сейчас алгоритмы перестроили немножко иначе, как с Ютубом. А объясню, почему они их так перестроили. Потому что весь фокус, весь фокус контента, вообще в принципе платформа Инстаграм, ушел на удержание. Это как история с Ютубом. Если вас смотрят от начала и до конца, значит ваш ролик залетел и пойдет дальше. И второе место, куда нужно обращать внимание, это вот этот вот самолетик. То есть если ваш ролик пересылают часто, если он виральный, все, ждите успех. Не сидите такие, блин, а что в 15 просмотров, а ждите две недели и потом делайте выводы. Вот такая вот история. И самое важное, мы вспоминаем, в какой момент аудитория у нас что-то покупала. Какой это был прогрев, какие триггеры вы использовали, что вы показывали в этот день. И как вы опубликовали ссылку на продажу, либо объявление, что у вас можно купить консультацию. Или запись на ноготочке, девочки, окошки свободные. Что это был за момент, какой это был период, что вы тогда опубликовали. Из второй фишки вытекает третья фишка. Вопрос у меня, друзья, а в какие моменты покупаете вы? Спрашивали себя об этом? Я вот всегда говорю, что ваша воля это не равно Богу. Я не покупаю ничего в инстаграме. Абсолютно ничего. То есть я покупаю в ютубе, потому что понимаю, что в ютубе немножко более осознанная аудитория. Более такая взрослая, придирчивая, можно даже так сказать. Я вижу, когда какие-то продукты, инфопродукты у определенных людей, которые действительно понимают, о чем они говорят. И не из разряда, что типа, вот в инстаграме, вот я знаю алгоритмы, я знаю секреты инстаграм. Вот когда говорят так, ни за что, никогда в жизни ни у кого ничего не куплю. А если человек говорит по факту, говорит, смотри, вот структура, вот так мы тестировали, вот так сработало у того-то, вот так сработало здесь. И они не ссылаются только на себя, они говорят еще про кого-то. И вот это по такой-то схеме работает. И мы эту схему можем тебе объяснить. Но объяснить за мани, тогда может быть, тогда еще окей. И плюс нужно быть очень избирательным, чтобы не попасться на очередную срань. Вот то, что она сказала про продажи, я как человек зашел посмотреть, который хочет стать миллионником в инстаграме и хочет узнать, как создавать контент в инсту и секреты инстаграма. Пока я ни одного секрета не услышал. Что вот она рассказывает, почему там в названии секреты инстаграма? Ваша целевая аудитория и ваши потенциальные клиенты. Это окей, да, это правда. Но поведение у нас и у наших подписчиков похоже. За нами следят те люди, которые в чем-то да похожи на нас. Меня сейчас, в данную секунду, смотрят те люди, в которых есть потенциал мой. То есть вот... Какой... Какой хитрый ход. Вы же понимаете, да, что это очень тонкая такая психологическая прогревочная история. Ну, я не скептик, друзья, я не докапываюсь, я человек, который вот ну насквозь видит. Ну реально насквозь видит. Даже если всякие необоснованные дурачки мне будут писать в комментариях, что я слишком гоню, я обосновываю свою точку зрения. Она смотрит прямо в камеру и говорит, что ваша аудитория похожа на вас. Есть такой прикол в продажной системе, я просто максимально упрощаю простыми словами для вас говорю. Есть такой продажный подход, когда ты сравниваешь себя с клиентом и ставишь на одну ступень, что вы одинаковые, что твой клиент хочет абсолютно того же, что и ты, и что вы с ним братишки. Это очень продажная и хитрая история. И она работает, ну, единственное, за что я сейчас прям выражаю респект, что она это знает. Что она понимает вот эту вот, ну, фишку продажную, что ты сейчас закинешь со стороны клиента, со стороны боли клиента, что чувак, я с тобой, я такой же, как и ты. У тебя нет денег, у меня тоже. Хотя, и когда ты встаешь с клиентом наравне, клиент уже начинает относиться к тебе немножечко по-другому, ребят. Уже начинается эта вот нотка братского или сестрицкого, там, в случае нее. Поэтому, с точки зрения продажи, с точки зрения продажника, она очень хитрая. И да, это вот такой, знаете, как респект не от души, типа, красава. Вот. Но то, что она нам сейчас рассказывает, ну, где секреты Инстаграма? Чего я добилась, этого можете и вы добиться. У вас есть этот потенциал. Иначе вы бы не сидели на этом канале, не смотрели, не были бы на меня подписаны. То же самое и у вас с вашей аудиторией. Задавайте себе вопрос почаще. А какие моменты вообще я покупаю? Что-либо в Инстаграме, в жизни, в интернете, в офлайне. Однажды я села прям для себя. Я вот уверен, знаете, как это происходит? Вот она сняла такие ролики и такая. Нихера мне на эту срань 10 тысяч человек в телегу пришло? Люда! Люда, ёб твою мать, а ну иди сюда! Короче, снимаем еще 20 таких роликов. Закажи мне, что можно продать. Она такая. За что сейчас? Ну вот, что можно продать? Мы же ни хрена не умеем. Она такая. Точно. Инфопродукты. Люда, ёб твою мать, готовь мне инфопродукты. Продаем вот этим телам, 10 тысячам телам, которые пришли ко мне в телегу. Если они пришли на эту срань, они придут на любую. Мы миллиардеры, Люда. Я просто вот отыграл, знаете, вот историю, которую мне кажется, как это происходило. Я уверен, что она не задавала себе вопросы. У нее, вот я считаю, она про распаковку личности 100% скажет, про проработку клиентов. Ну то есть, я тоже могу бросаться такими словами, которые не понимает никто, чтобы все думали, что он умный. Сейчас вот мы просто сидим, смотрим, и такой, типа, ребят, мне кажется, она не права, потому что, чтобы перед тем, как начать выкладывать контент в инстаграм, вы должны разложить свой контент на этапы CJM, узнать боли клиента, какой контент за что отвечает, какую боль клиента он закрывает. Потому что, зачем вам делать контент в пустую, он должен быть продажным, мы разложим его на этапы CJM, потом выберем кликабельный заголовок по методу Вослера. Что такое метод Вослера? И начнется вот эта вот, ну, антимония и дрочь, создавание образа до хера умного, чтобы меня купили. Но я с вами общаюсь супер простым языком и перевожу все то, что она говорит. Но опять продажная история. Я вот чую, вот пахнет арутиком. Что меня конкретно триггерит, что для меня является сильным триггером, в какой момент я покупаю. Если вам интересно, сейчас расскажу. Для меня, например, очень сильно влияет триггер дефицита. Когда, например, пишут, осталось два места. Это влияет на меня, и я покупаю в эти моменты, хотя сама. Триггер дефицита. Триггер дефицита работает везде. Это уже давно избитая модель. Чтобы вы прям вообще вот вкусили, наверняка вы знаете, что триггер дефицита это совершенно банальная вещь. Ее используют все, кому не лень. Первый, кто очень грамотно ее использовали, это компания Rolex. Часы Rolex. Я больной на часы, я их люблю. И Rolex делают искусственный дефицит на свои часы каждый раз. Вы не можете сейчас прийти в магазин и купить себе Rolex. Вы либо купите их у перекупов, либо придете и предложите овер до хрена, чтобы они посуетились и нашли для вас эту модель. Хотя они у них 100% на складе есть. Вот что такое дефицит. Ну, что она имеет в виду? Я являюсь наставником по продажам, рассказываю про продажи, про триггеры, знаю все о маркетинге. И при этом я покупаю конкретно в эти моменты. И также я поняла, что я покупаю всегда в последний момент. Когда закрывается поток, когда вот сейчас все закрывается в продаже, в этот момент я покупаю. Вы в магазине стоите, макароны покупаете, такие, бля, сейчас поток закроется. Я проанализировала и поняла, что у меня также растут продажи, когда я показываю, что вот осталось столько-то мест, вот сегодня закрываем продажи. И это нормально, что у вас покупают в последние дни продаж. Это абсолютно нормально, так у большинства людей. И прям проанализируйте, показываете ли вы ценность своего продукта в последние дни продаж. Делаете ли вы красивый прогрев и много контента, конкретно вот когда в последние дни, вот сейчас. Перевожу на еще более простой язык. Выжимаете ли вы последние бабки с людей? Вот все, что она хочет сказать. Ну, делаете ли вы все, чтобы люди принесли последние деньги? Ну, вот прям как лимон, выдавливаете ли вы их? И тут самое главное, друзья мои, держать слово. То есть я всегда держу слово. Если я говорю, что вот сейчас закрываются продажи, они реально... Блядь, как это тупо. Это очень тупой совет. Всегда держите слово. Вот если я говорю, что на моем потоке количество мест ограничено, то вот именно на трех человеках этот поток заканчивается. Вот эта лапша на уши просто. Это, знаете, мне кажется, инфо-цыганский доширак. Вот максимально просто навешать в общем-то. Всегда держите слово. Это самое важное. Ребят, я с вами на одном уровне, если что. И вот типа задайте себе вопрос, в какой момент вы покупаете. Купите у меня курс. И так же нужно делать и вам обязательно. А не типа, как многие блогеры. Все, продажи закрыты. Ой, мы еще сто мест выделили. Вот еще окно продаж. Здравствуйте. Да, да. Смотрите, лучшая защита это нападение. Правильно. Вывод какой? Вы писали, в какие моменты покупает ваша аудитория. Вы сами в какие моменты покупаете, потому что ваша аудитория похожа на вас. И делаем именно акцент в прогреве вот на эти триггеры. Этих триггеров десятки. Мы с вами очень поверхностно посмотрели только два. Вот. Вот сейчас респект ей. Я очень респектую ей за то, что она прям вот, ну, подтвердила, что вот буквально 8 минут 43 секунды ее контента прошло. И она сказала, мы очень поверхностно вот эти вот слова просто надо накропать и вставить пока что на весь этот текст. Мы уже изучаем подробно на курсе и как и где их кабинетик. Четвертая фишка. Ну, блин, подробно мы уже потом на курсе. Ну, это же полезный контент. Ну, тот контент, который она написала, секреты инстаграм, прогревы в инстаграм. То есть, я так понимаю, что у меня, знаете, какая-то тупая привычка. Я с вами смотрю кучу хреновую тучу рекламы на ютубе. Почему я попадаю на рекламные ролики? Заметьте, что два прошлых или три прошлых ролика были рекламные. Один чел кое-что рекламировал. И она сейчас рекламирует свой курс. Обязательно нужно применять влоги. Но это не делают даже блогеры-миллионники. Даже те, кто обучает прогревам. Даже те, кто обучают запускам. Это делает только 2%, наверное, в инстаграме. Используем рилс как секретное оружие. Что это значит? Ну-ка. В момент... Сори, ребят. Я хотел сказать очень жесткую шутку, но не буду. Иначе этот ролик снесут. Просто формулировку она выбрала весьма забавно. Когда у вас открываются продажи, открывается, не знаю, магазин, салон, красоты. Не важно, что у вас открывается, что вы продаете. Важно делать рилс с открытием продаж. Рилс, регистрируемся на мой бесплатный вебинар. Рилс, магазин наш открылся. Красивое видео с видеокурой. Блин, секретное оружие, реально. Мы сами сняли на телефон свои эмоции. Хоть что, главное людям сообщить об этом, что можно покупать. И указываем в этом рилс, где регистрироваться и где покупать. Как делать большинство? Мы греем, греем, рилсы выкладываем месяц. А в самый нужный момент, когда вот он подошел, тот самый день, мы забиваем на выкладку рилс в момент открытия продаж. И думаем, да зачем он уже нужен? Наверное, все купят и так все знают, все все поняли. Я же прогрела их. Ни хера потопнула. Что? Почему она заматерилась резко? Это ей не идет. Рилс с открытием регистрации на бесплатный и с открытием продаж. Это не однажды, это всегда так бывает. Мои рилсы вырусятся в этот санкт. Врусятся, мои рилсы вырусятся. Объясните мне, почему я наткнулся опять на рекламу курса? Ну почему? Ну какое секретное оружие? Я чувак, который зашел, ты мне сказал, как создавать контент в инстаграм. Ты написал это в названии видео. Почему я зашел такой? Рил, во-первых, не рилсы, там написано. Рил, как секретное оружие. Используйте это для запуска продаж. Да какой продаж? У меня нет никаких продаж, я ничего не продаю в инсте. Я просто хочу пилить классные ролики, быть миллиоником, блин. И ребята, которые меня смотрят, я тоже уверен, что они просто хотят раскрутиться и потом в перспективе что-то продавать как-то кому-то где-то. Но я вот сейчас еще подводочку скажу после всего того, что она договорит. Математика продажа начинается. Рилс вирусится до 300 тысяч просмотров, до полумиллиона. До 6 секстиллиардов просмотров. И вместо 500 клиентов, которые я ожидала, приходит 900. Вместо 30 миллионов мы получаем 50 миллионов. Все очень просто. Математика. Почему так происходит? Она назвала просто рандомные цифры и такая, это очень просто. Математика. Сегодня ты смотришь со мной этот ролик на моем канале. Завтра ты получаешь 600 секстиллиардов долларов на свой счет. Все очень просто. Математика. Математика. Просто, ну к чему она это сказала? Зачем? В моменте незнакомые вам люди приходят и покупают. Если, конечно же, при условии вы все делаете грамотно, вы влюбляете в себя, то есть смотрите мои и все остальные выпуски на этом канале и изучаете эту тему глубже. И пятая фишка, она называется воспользоваться моментом. Смотрите, когда, например, у вас залетает любой рилс, абсолютно неважно, развлекательный, смешной, что-то там экспертное, полезное, он просто пробил потолок просмотров и залетел больше, чем предыдущий. Нужно после этого воспользоваться моментом и выложить. И продать как можно больше курсов. Сразу на этих лохов закупайте таргет и говорите, ребята, чек-листы бесплатно и за миллион долларов вам просто... Секреты инстаграм, прогрев инстаграм, рилс, как создавать контент инстаграм курс, покупайте. После этого залетевшего рилс какой-то продающий. Почему это важно делать? Потому что, когда наш ролик набирает, например, 100 тысяч просмотров, 100 тысяч людей увидели ваш ролик. Инстаграм работает таким образом, что если эти 100 тысяч как-то повзаимодействовали с вашим рилс, а это 100% произошло, ну раз он залетел, то есть они сохранили его, они написали комментарии, поставили лайк, неважно, то следующий ваш рилс будет показываться этим же людям, хоть даже они на вас не подписаны. Получается, что даже... Что? Что? Короче, объясняю. Если ваш ролик залетел, и чтобы он показался на ту же самую аудиторию, как она говорит, вам нужно просто ровно через 3 секунды после того, как ваш ролик залетел, сразу же заливать еще один ролик. Только тогда, в этом случае, давайте так, 60% того, что это не произойдет, и 40% того, что, может быть, эти люди, которые посмотрели прошлый рилс, посмотрят и этот ваш продажный ролик. Просто, то, что она сейчас сказала, ну это, я считаю, это полнейший бред, потому что каждый ваш ролик имеет свойство попадать в фид интересных. Да, если человек лайкнул какой-то ваш контент, в перспективе ему, возможно, появится в предложке еще один ваш ролик, но далеко не факт, что он будет тот самый продажный. Возможно, ему попадется в фиде интересных ролик, который вы снимали еще до того выстрелившего ролика, вот этого вирусного. То есть, то, что ему продажный ролик попадется, ну это прям вот, ну это как, не знаю, иголка в стоге сена, но это вот, я даже не знаю, откуда она эту инфу взяла. То есть, может быть, просто потому, что она так делает, ей везет, и она теперь, да, вообще-то это вот, ну, жесткая структура, которая работает, но это так не устроено. Каждый раз ты попадаешь в систему, в фид интересных, если твой контент набирает просмотры, он в фиде интересных, он в рекомендации. И ты не можешь никак отфильтровать аудиторию в этих рекомендациях, потому что это бесплатный охват, это тебе не таргет. И как ты так, как она так отфильтровывает, что после твоего вирусного ролика резко все продажные смотрят, это же аудитория, но это где-то практически невозможно. Если у вас залетел развлекательный ролик, то этому человеку следующий ролик нужно показать тот, с которым вы заработаете. Шанс, что этот ролик залетит больше, чем в обычные дни, он намного больше, потому что перед ним был залетевший ролик. Объясню, как это устроено, как это работает, почему он залетит больше, не потому что там, отчасти да, отчасти потому что там перед ним залетевший ролик. Но залетевший ролик что дает? Залетевший ролик дает твоей страничке плюс к охвату, плюс к вовлечению, плюс к переходам. Люди начинают из фида интересных переходить на твою страницу, у тебя аккаунт в принципе органически растет, и как только он органически растет, и твоему аккаунту просто приливает трафик вот этих вот новых людей, которые пришли на этот вирусный контент, они будут смотреть не только твой вот этот вирус, там продажный следующий ролик, они весь контент в принципе будут смотреть. И если им понравится, они останутся, подпишутся, не понравится, выйдут, отпишутся, все. То есть, ну, тут это работает на весь аккаунт в целом. То есть, если у вас какой-то ролик залетел, то у вас в этот день весь аккаунт в целом будет чуть-чуть с повышенным активом, потому что люди будут заходить на этот завирусившийся ролик и смотреть, что вы там еще снимаете. Большое количество просмотров. Сейчас у кого-то мост просто взорвался, что, блядь, она говорит. В общем, просто, друзья, мамочки Риллз, публикуем после своего супер хайпового, яркого, залетевшего ролика продающий, и вы уже получаете больше продаж. И хоть даже эти люди на вас не были подписаны. Это так работает, такая схема. Пользуемся, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Это так не работает. И не пропускаем никаких выпусков на этом канале, потому что то, что я вам рассказываю здесь, многие продают за деньги. Что? Она сама подтвердила, что она просто все поверхностно рассказала. Я вам постарался перевести. А что пишут в комментариях? Арина, это невероятно познавательное видео. Делать контент из ничего обожаю. И вообще нравится. Благодарю за знания. Очень полезно. Спасибо. Сердечное и чудесное. Спасибо за информацию. Очень классное. И познавательное видео. Это те же самые люди, которые пишут комменты и орут. Что происходит? Почему они настолько все одинаковые? Ну, короче, ребятки. Вот я постарался вам по ходу этого ролика объяснить, что к чему, как устроено на самом деле. Объясню теперь другую точку зрения. Я ничего плохого не вижу. Сейчас на меня там ополчатся все эти инфоцыганы. Я ничего не вижу плохого в том, чтобы продавать инфопродукты. Вообще ничего. Но если это стоящее что-то, а не полнейшая поверхностная срань. Мне язык не повернется сказать, что я знаю, как устроены алгоритмы Инстаграма. Это невозможно. Этого не знает никто, ни один специалист, ни один эксперт. Это все вот из области их влажной мокрой фантазии. Чтобы знать алгоритмы Инстаграма, нужно работать или как минимум быть разработчиком самой компании Инстаграма. Запомните только одно. Если вы хотите развивать социальные сети, готовьтесь крутить барабан, как в поле чудес. У вас вот этот барабан должен быть наполнен вашими лотерейными билетами, вашим контентом. И каждый день доставать оттуда вот эту лотерею. Как только вы достанете приз, и вам попадется там, допустим, миллион долларов, назовем это, на миллион ролик выстрелил. Вы берете и вот прям точно такое же, только переделывая, переформулировая, создаете до тех пор, пока эта система не перестает работать. Перестала работать, вы дальше продолжаете вытягивать лотерейные билеты. Вот так это устроено. Ну, надеюсь, я вам был полезен, мне было приятно с вами пообщаться. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал, пишите свое мнение в комментариях, что вообще думаете по этому поводу. Я пошел еще искать для вас топовые выпуски, чтобы мы вместе посмотрели. И увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok